Ну, слава богу, слава богу, живая. Представляете, родители, что перенесли. Почти два дня неизвестности, около 40 часов безуспешных поисков, тысячи минут отчаяния. 12-летнюю девочку, которая уехала кататься по окрестностям на велосипеде, не вернулась, искала все мало-енесейское. Все искали, все с лавом, все соседи, все друзья, все чужие, волонтеры. Первый день уже темно было, прошли по лесу, до 3 часов ночи, проискали первый день. А второй день волонтеры приехали, до 500 человек было. На следующий день у поисковиков едва не опустились руки. У реки обнаружили личные вещи девочки. Одежду и мобильный телефон пропавшей девочки нашли примерно на этом месте. Это берег реки Бии, почти в 6 километров, а села Мало-енесейское. Следствие сначала предположило, что ребенок мог утонуть. Батолазы обследовали акваторию реки, осмотрели береговую линию. Но версия с несчастным случаем не подтвердилась. В полутора километрах от реки нашли велосипед. Поиски продолжились. Позже станет понятно, что похититель хотел лишь запутать следствие. Однако ночью, 2 августа, неожиданно для всех девочка вернулась домой. Похититель ее отпустил. Счастливые все были, когда нашли. Тем более девочка не тронутая. Над девочкой похититель не надругался, рассказывают местные жители, но жестокость проявил. Этот факт подтверждают исследователи. Несовершеннолетнюю, проезжающую на велосипеде по проселочной дороге, увидел злоумышленник. Силой толкнул девочку. Мужчина связал ей руки и ноги, а затем надел на нее мешок. Обвиняемый погрузил потерпевшую в прицеп самоходного транспортного средства, после чего переместил в подвал занимаемого им дома. Идею похищения, по словам местных жителей, подозреваемый вынашивал не один месяц. За девочкой он в буквальном смысле следил. Изучил ее маршрут передвижения, причем он не просто хотел украсть ребенка, но и удерживать в своем подвале три года. Он эту девчонку уже почему-то давно приглядел, ей 12 лет. Почему он ее собрался в подполье держать три года почему-то? Подозреваемый, 40-летний местный житель, пустился в бега. Его объявили в федеральный розыск, заочно предъявили обвинение. Местные уверены, что их сосед, похитивший девочку, не в своем уме и боятся за своих детей. Наши дети во дворе у нас. Под присмотром? Под присмотром обязательно. Неизвестно, что от него ожидать. Хитрый, очень хитрый. Вы его знали? Ну, его в принципе все знали здесь. Как вы думаете, почему он все-таки отпустил ее? Он просто увидел, что творится. Столько на роли, в поиске ничего. Психологи говорят то, что похититель отпустил ребенка, вскрывая детские нарывы. Мужчина испугался, что его будут ругать, как, видимо, часто бывало в детстве. И вообще люди с глубокими психологическими травмами чаще всего совершают. А социальные поступки рассказывают специалисты. Те, у кого глубинные травмы, внутренние конфликты носят болезненный характер, в момент стрессов, который у нас уже продолжается второй год, это эпидемиологический стресс, то вот эти стрессы, вот эта вся общественная обстановка, она вводит таких людей с глубокими травмами психологическими в состояние растерянности, и они начинают вести о социальные поступки. Семью девочки жители характеризуют как благополучную. Говорят, школьница умная, изучает языки и ходит на танцы. Люди уверены, что она справится с психологической травмой, которую нанес ей похититель. А вот что касается последнего, то его задержание сегодня ждет весь Алтайский край. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.